Привет. Привет. Макс, привет. Куда вы забрали? Едем в Непал. Переживаний много, правда, но... Чего? Чего переживаете? Переживаем? Чего ты переживаешь? Я не переживаю, потому что ты переживаешь. Ну, на самом деле, наше время... Это очень сложная процедура, потому что много документов нужно подготовить. Если это турфирмы, конечно же, точнее, организаторы какие-то там походов, экспедиции, они все это делают. Когда ты едешь сам, много-много волокиты бумажной. Вроде пробили эту стену, посмотрим через два дня. Хорошо. Чего вы ожидаете от этого похода? Я хочу красивых видов. Я хочу отдохнуть. Три недели, это, наверное, максимальный отпуск, который у меня был. Макс, ты так долго отдыхал когда-то? Я, да, отдыхал. Я в Непале так. Я только в Непале отдыхаю. В Непале есть своя прелесть. Когда ты улетаешь, и ты не покупаешь там никакую карточку для телефона. Ты вот как здесь сейчас с микрофоном, выключаешь полностью связь, чтобы она не фонила. И там тебе не приходят никакие уведомления. Ты пользуешься только мапсами, картами и фотоаппаратом. И так 21 день. Это просто, это самое лучшее. Ты отдыхаешь максимально от всего. Скажи, а ты за работой будешь скучать? Еще и в горах ты. За работой будешь скучать? Это вырежут? Нет. Говори правду. Буду, конечно. А ты? Конечно, буду. Я через неделю начну звонить персоналу и узнавать, как дела. А я клиентом. Вай-фай. Ладно. Вы готовы показать людям, что такое Непал? Готовы. Готовы? Господи. Наш. Наш? Наш. Готовы. 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 Непал. Готовы. Готовы. ну что расскажи про документы как вы собирали как вы делали как я и говорил ранее все делали сами самостоятельно самое как бы основное то что никогда не меняется это получение визы виза всегда в непальское получается изначально подаешь на нее онлайн и потом уже по приезду по аэропорту оплачиваешь и получаешь обычно с ней проблем нет из нововведения это то что нужно регистрироваться в каком-то антикризисном к вид центре это тоже просто просто онлайн форма которую нужно заполнить ну и как бы снова же связи с этим всем коронавирусом самое сложное это было получить приглашение от местной какой-нибудь турфирмы которая берет за это деньги и там нужно целый ряд с ними нюансов уточнить переслать им все данные страховку паспорт билеты на самолет они все это передают в свой центр получают ответ и присылаю тебе потом в pdf варианте самое интересное что это проверяли всего минут пять наверное просто бегло самая большая проверка была у во всех аэропортах это тесты на коронавирус ну как готово садим садим а на руки тут есть багажное отделение читаешь мандрильс когда мы едем поднялись Ну блин, зато я снял, я снял. Наконец-то добрались, сейчас узнаем, что тут нового в аэропорту в наше время. Нормально, нормально. Лиза, Лиза, а что ты делаешь? Пишу сообщение за праздник. Кому? Что делаешь? Переписывается по работе, говорит. Ничего, скоро связи не будет. Ну расскажи про свой путь туда. Дорогу? Да, вообще дорога, перелет. Самое красивое это перелеты, перелеты в дороге, самое красивое это перелеты. Самый правильный лайфхак это то, что вы должны купить билеты в самолет, когда летите туда, с левой стороны, чтобы видеть все горы. Вы тогда будете видеть Иран, видеть Турцию, видеть возможно Пакистан или Индию. Вы, ну смотря какой авиакомпании вы летите, но лететь нужно слева туда и справа назад. Вы тогда, подлетая, увидите Гималай. Непонятно передает ли камера, но вон там, там виднеется Гималай. Господи, он третий вкушение. В Катманду, весь наш трек был очень такой заряженный, сбитый, как я бы сказал. Мы успели просто добраться до отеля, покушать, познакомиться немножко с городом визуально. Лиза, не бойся, все будет хорошо, впереди всего лишь машина полная с газом. В Непале мало того, что левостороннее движение, так еще и вот нужно ехать просто нагло, кто наглее, тот и проехал. И ну в целом спасает то, что все едут медленно. И на следующее утро мы рано-рано уехали уже к началу трека, потому что Катманду был на таком полу-локдауне и делать там особо было нечего, мы решили как можно быстрее добраться в горы, потому что это была наша цель. Ребят, тут налево. Бежащий полицейский, Артем, аккуратно. А как ехали отсюда? Отъехали? Расскажи про местные автобусы. Автобусы? Автобусы в Непале это... это прям вот... Кажется что ты едешь относительно быстро, но средняя скорость движения реально в горах, в городе, везде, там километров двадцать в час. Вот если взять и разбить всю дистанцию на время. В автобусах очень-очень трусит. Всегда-всегда. Автобусы едут по левой стороне, всегда возле обрыва. Колесо иногда вот прям метр от обрыва. Но вот чтобы случалось что-то с автобусами в Непале, ну, наверное, происходит, конечно же, как и везде, но очень редко. Поэтому за это можно точно не переживать. Я видел, вы там кушали по пути в автобусе. Как местная еда? Это еще одна такая фишка, про которую нужно знать неопытному туристу, кто едет в Непал. Заказывать еду нужно очень трепетно. Когда ты едешь на автобусе, у тебя есть остановки. И там именно local food, так и называется, local food. Это, как правило, все едят долбат. Это тарелка риса с разными подливками, овощами тушеными. И все всегда очень острое. Все очень острое. Ну как тебе долбат? Кушать можно, когда сфоткают еду. Поэтому нужно спрашивать no spicy, no masala просить. И тогда будет у тебя нормальный, более-менее вкусный рис. Если кто-то любит острое, то очень понравится. Сто пуду. Ну вот портит именно острота. Ваши рюкзаки закинули наверх, я видел. Ребята, как думаете, это хорошо, что наши рюкзаки переложили на крышу? Самое главное, чтобы доехала капуста. Капуста, которая указана вот-вот на полу лежит. Как накладывать поворотов, он просто за ветку зацепится, и рюкзак останется висеть неделю, а мы поедем дальше. Да, мы сначала вообще-то положили рюкзаки в багажник. Это тоже, кстати, считается не очень хорошо. Наверху, я считаю, что наверху им все-таки, хоть и пыльно, но они обдуваются ветром и пыль лишняя слетает. В багажнике они просто припадают пылью все эти восемь часов. И припадают, припадают сильнее, сильнее. Ну, то есть, ты их достаешь грязные, еще там часто что-то острое, и можно реально повредить рюкзак. А так как мы все стараемся иметь качественное снаряжение, то жалко. Ну, сверху дальше на наши рюкзаки положили еще пару велосипедов, поэтому все было хорошо. Так, первый день трека. Вы вышли, вы приехали и пошли. Вышли из города какого-то, я не помню, как называется. Дунче, Дунче. В первый день я планировал подняться на 1400-1500 по высоте, ну, то есть подняться на 3300, набрать в итоге с того места, где мы находились, 1300-1400. Но на самом деле это не совсем реальный план, но у меня была надежда маленькая. Идем в Чандабари. Никто не хотел идти на 3 километра вверх. А вон уже виднеются горы. Это страшно? Не страшно. Они все еще меня не любят. Но когда придем покушаем, я думаю полюбят. Поднялись мы примерно метров на 700. Ночевали посредине моего запланированного маршрута. И первая ночь, она самая такая интересная. К нам пришла мыша. Орехи наши пыталась съесть, которые мы на весь трек с собой брали. Но очень-очень так было спокойно. Этот лодж был в джунглях. И на утро пошел дождь, конечно. Но мы были вообще вот так, как этот второй день начинался. Только и мы в горах. И мы были очень вдохновлены и шли под дождем. Сегодня дождь. Но самое главное, что сейчас идем кушать. И это прекрасно. Чай готовим сами в джитбойле. Так намного дешевле и можно его в неограниченных количествах пить. Готовят нам на кухне на дровах. Лиза, ты готова к треку? В дождь? В дождь. Никто не готов к треку в дождь. А ты попрощался? Что там с камерой? Пошли попрощаемся. Спасибо, Данибад. Погнал� up. Так. Увидимся всех! Увидимся в текsta день, я думаю. Тристистили. Пойдем. Дай. licensed travelling и пойдем домой. Пока, Лера. Пока. Я не хочу мочить куртку. Лучше намочить себя, я быстрее высохну, чем куртка. Снег идёт вообще, да? are magnetic voices. soort снег? Да. Нет? нет пойдем так нас лах несут еду в лоджи которая находится выше знатно намокли решили зайти в домик как раз успели добраться до домиков начал сильный сильный дождь зашли на чай греем ручки тепленького можно не пойдем дальше когда не пойдем дальше это хорошо ты знаешь такие маленькие радости ой даже мне хорошо фильтрует нам чай чтобы заварочка не попадала в чашки да в непале национальный чай можно сказать они кстати так и называют чай ты между собой говоришь про чай и они понимают что ты говоришь про чай поэтому нужно тут нужно аккуратно чай у них чай кстати в эмиратах тоже milk tea это у них национальный чай как и масалати то есть milk tea это крепкий крепкий черный чай заваренный с молоком но они не просто заливают молоко туда они прям варят чай в пропорции там один к одному воды и молока то есть они варят в этой в этой смеси точнее воды и молока чай масалати это такой же milk tea только туда добавляются еще специи как кардамон перцы но он не острый то есть масалати это прям вкусный вкусный чай и маленький лайфхак для новичков кто едет непал если кто-то не любит сладкий чай его нужно просить делать не сладкий потому что они всегда подают чай сладким практически всегда вот с бомба просто бомба как тебе тема хотел бы тут жить вас не кофей комнатах с кофейком в руках красиво после дождя так спокойно тихо птицы поют прям настоящий джунгли грибной сезон точно общательные общительные они все с одной стороны мы идем на север там тибет мы туда идем идем на север наконец-то правило школьное сработало да это на наших деревьях карпатах растут растет мох везде какой чай выпили я milk tea вам заказал что это было я не знаю ребята увидели на деревьях фигуры из мха каких-то животных я я честно или не успел или не захотел или просто не увидел но мне было смешно просто с них в этом лесу он прям я не знаю передает ли видео но в этом лесу ты идешь и вот все такое мистическое очень похоже на хотел сказать хогварт но нет похоже на лес из властелина колец вот и хочется коленки трух трух виды красивую как у зайчика вон там шарпагаон к нему идет маршрут это один из акклиматизационных выходов куда можно было бы пойти но мы ходили вон туда где высота там 3 300 все недовольны сложно но без без сложностей в горах никак да мы пришли мы хотели дойти дальше до горячих источников но слава богу что мы во второй день до них нет не пошли потому что их завалило несколько лет назад просто нигде не указано было к сожалению мы к ним шли надеялись но в любом случае мы не дошли нам предложили остановиться там в ближайшем селе от них и там был вай фай там хорошо кормили нам бесплатно разрешили жить у них если мы у них кушаем поэтому все устраивало мы откупались покушали и отдыхали ну и на третий день тоже как бы пошел дождь я боялся что это начало уже сезона дождей так как обычно май это уже вот вот уже граничная такая зона когда может уже начинаться дождь мусоны но он длился всего полдня а потом весь трек у нас не было дождей полы полудневочку да тот момент когда получилось дневочка из-за погоды но надеюсь что будет не девочка полудневочку сегодня ночью пришлось в два ночи бежать и снимать куртки которые намокли вчера ночью сушились мне пойдем посмотрим что нам на улице там хорошая погода а там уже опять серии тучи сломает дом кого-нибудь забаня сломает сегодня полдня ждали пока закончится дождь вышли поздно в обед но погода улучшается становится уже небо более живым можно так сказать с голубыми просветами надеюсь дальше будет погода радовать на следующие два дня прогноз утешительный дальше опять дожди но посмотрим мы поднимаемся выше там где будет снег поэтому надеюсь что если будут осадки то только в виде снега наконец-то нашли лодж где нас кормят только но не берут деньги за жилье за душ за хотя душ был холодный не берут деньги за жилье за душ за за что еще они не берут за вай фай не берут обычно за все за все снимаются деньги но было хорошо также мы жили в семье тибетцев они очень интересные кстати них фамилия лама и один из их тут все кстати их село родственников и все тибетцы у тибетцев есть традиция не раз в год как мы празднуем новый год только у них там чуть какой-то другой их праздник они для каждой семьи молятся и целый день с 6 утра до 10 вечера приходит к ним лама и бьет в барабан читает какие-то мантры мы как раз застали этот момент но не сняли что жарко девочки на подвесные мосты в непале это целая культура мало того что вообще непонятно как они сюда затаскивают эти металлические конструкции как они докрепят устанавливают так еще их длина это просто копать 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 а вон кстати мост залатанный в конце деревянными досками просто мосты в непале крутые во первых большинство в хорошем состоянии в идеальном они новые во вторых за ними сейчас ухаживают есть пару мостов точнее из изредка встречаются мосты которые такие уже подуставшие пробитые или там прям вот куска моста нету но он при этом натянут но это как правило в более таких локальных зонах где живут уже люди местные и нет нетуристические тропы и там люди уже сами просто чинят мост как они могут а там где туристические треки там практически везде все идеально мосты очень красивые длинные и ты идешь по нему он так еще качается немножко бомба и самое интересное что они натянуты всегда в ущельях где офигеннейший вид на реки на на горы поэтому и не стоит бояться по ним ходить вот такие вот латочки ёшкин кот на вот такой высоте страшно даже мне страшно попробуем перейти вот тут что может быть прекраснее чем выпить в горах бутылочку колы а вас не соблазняет такой напиток кошечка какая кошечка еще в непале очень много мест на треке где падают камни иногда пишут be careful land slide area иногда это просто камнепад как сейчас но мы будем максимально аккуратными надеюсь что все будет хорошо ко мне посыл был видео я не знаю выставить его не выставить может что-то я и выставляю ступеньки да не я не знаю видно меня или нет но главное чтобы меня было слышно я прошел за сегодня очень много ступенек ту его кучу ступенек ли за сказала правильно я лучше ошибочку сделала в этом слове я не хочу на камеру наиграно говорить что тут вот очень легко и все зашибись клянусь никто вообще в жизни не прошел столько ступенек сколько мы сегодня за полдня ступеньки ступеньки это просто вот отдельная наверное фишка этого трека ланг танк никто не ожидал из всей нашей группы что будет столько много ступенек вот действительно половина трека может даже чуть чуть больше сделано в каменных ступеньках которые выкладывали местные я не представляю сколько сил было потрачено на их создание но сил чтобы по ним пройти потрачено не меньше потому что ты постоянно переносишь вес на одну ногу выходишь на ней вместе с весом рюкзака и переставляешь вторую ногу и так целый день ты идешь по ступенькам это на самом деле не должно отпугнуть у нас группа была средняя по силам и три девочки все прошли конечно не без жалоб в тот день но все прошли без каких-либо последствий ну даже было приятно потом вечером массаж друг друга сделать часто в непале разрешают спать именно на кухне на кухне там где есть печка с вечера тут конечно очень тепло и уютно утром очень холодно потому что много окон но из плюсов это виды из окна вот видно не знаю видно ли там вершиночку примче ну вообще здесь очень очень уютненько на вид доброе утро с нами всю ночь спала собака возле печки прекрасно и лера спала возле печки рядом с собакой а кто-то еще на улице ночью шарился непонятно кто но было стрёмно как организованы приюты как они там вообще как договариваться с людьми местными и я так понимаю туристов немного было и много чего можно было сделать в этот раз до приюты в этом году точнее приюты это называется лоджи в них если ты идешь большой группой то да нужно заранее договариваться но снова же в наше время туристов немного и договариваться не нужно тем более я четыре раза был в непале мы никогда не договаривались про лоджи всегда есть место куда можно заселиться ты приходишь в поселок там стоит несколько домов больших как правило это отдельно кухня большая с печкой где можно весь вечер сидеть греться у печки и они же там тебе приносит меню ты заказываешь еду кушаешь и маленькие комнатки с кроватью матрасом и постельным одеяло там все таком себе состоянии поэтому многие советуют брать вкладыш я рекомендую брать легкий спальник то есть это спальник на плюс 3 примерно вот такую температуру если что можно укрыться этим одеялом но главное спать в спальнике потому что вкладыш может но не совсем хорошо изолировать все равно от вот этих вот одеял которые но стираются довольно редко что болит ничего не болит даже ноги не болят даже камера я зарядил даже не ночевали на 2 450 римте вот таких бараках а мы спали на кухне вон там собака ушла от нас мы заказали ей рис чтобы ей сварили согласились что заплатим за этот рис она взяла и ушла с другой группой весь путь у нас трека идет по долине реки которая течет из ледника лангтанга очень красивая река очень бурная есть следы что она бывает два-три раза или может даже в четыре шире выше страшно это увидеть конечно но очень красиво здесь ну и как всегда ступеньки ступеньки это наше все ступеньки выматывают настолько что мы вчера уже решили что возможно даже не пойдем на озера гой секунд потому что просто тратится в колоссальное количество сил на них есть шанс что мы просто не успеем хочется еще немножко отдохнуть после трека восстановиться мышцы болят у всех так что невозможно дотронуться невозможно их размять просто вручную столько растяжки какие-то помогают но надеюсь что дальше будет немножко легче вольемся идем дальше мы попали в красоту ступни сейчас наклоню камеру ой не в ту сторону а и и Продолжение следует...